Друзья, приветствую всех на канале. Это видео посвящено настройке интерфейса в игре ассета Корса Компетизиона. Вы можете задать мне резонный вопрос. Дед, ты там, может, таблетки забыл выпить? У тебя так-то выходило уже видео на эту тему, и оно было буквально недавно. Да, отвечу вам я. И ботиши-за какая-то пошла. В общем, под прошлым видео некоторые зрители мне написали, буквально носом на меня тыкнули, что видео очень затянутое, я рассказываю про банальные вещи, размусоливаю, рассусоливаю и так далее. И поэтому я решил записать настройку интерфейса 2.0. Это видео будет короче, полезней. Так вот, если прошлый ролик вы не смотрели, то можете его не смотреть, можете посмотреть этот, это будет полезнее, короче. Если же вы смотрели уже прошлый ролик, то не спешите выключать этот. Можете по тайм-коду перейти на самый последний блок. Здесь будет дополнительная фишка, которую я не рассказывал в том видео. Дополнительная фишка с камерой, о которой многие не знают. Также не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии. Если видео вам не понравилось, то не стесняйтесь, пишите в комментарии, что именно не понравилось. Я стараюсь всё читать и прислушиваться. Так, ну всё, уже можно писать, что видео затянул. Так что давайте, поехали. В общем, в игре есть различные настройки камеры, различные виды, как и в любой, в принципе, гоночной игре. Вид сзади, там вид из кабины, вид от капота, от приборной панели и так далее. В основном все используют вид от приборной панели. Я в основном катаюсь с видом от капота. Не знаю, мне этот вид больше нравится. С ним как-то обзор получше и мне кажется так удобнее на геймпаде. Если бы был руль, то скорее всего я бы ездил от приборной панели. Тут как бы, что вам удобнее, выбирайте. Каждый вид можно отдельно, независимо от другого, настроить. Для этого нужно выйти на трек, нажать на кнопку паузы и выбрать настройки просмотра. Откроется интерфейс настроек просмотра. Здесь есть различные вкладки. И вот на первой вкладке камера можно настроить камеру, как вам удобно. Переходим дальше. При выборе вида из кабины у вас есть приборная панель автомобиля. На ней отображаются различные индикации, которые довольно полезны. При этом, если вы меняете вид на другой, то вы не видите эту приборную панель. Но можно настроить так, чтобы у вас была всегда посередине внизу. Переходим в настройки просмотра, руль и регистратор. И включаем пункт отображения приборной доски в интерфейсе. После этого у вас приборная доска будет отображена всегда внизу по центру. Идем далее. Обратите внимание на левую часть экрана. Там отображена карта. По умолчанию карта вот такая урезанная, но ее можно включить в настройках полную. Для этого переходим в пункт настройки, индикация и включаем карту трассы полную. После этого вы будете видеть всю карту, видеть всех соперников на ней. Это намного удобнее, чем вот такая урезанная карта, как была до этого. Идем дальше. Угол обзора или поле зрения. Оно настраивается в настройках просмотра, в камере. Есть пункт поле зрения. Чем больше угол обзора, тем больше объектов попадает на экран. И вы видите шире. Но при этом картинка искажается, и все объекты вам кажутся очень маленькими. Профессиональные симрейсеры всегда стремятся уменьшить поле зрения, чтобы объекты на трассе казались больше. Но при этом приходится жертвовать обзором по бокам. А профессионалы решают эту проблему triple screen, то есть тремя мониторами. И в любом случае они видят по бокам все хорошо и перед собой все хорошо. Для обычных же смертных, у которых один мониторчик, ну тут уже как бы выбирайте, что вам важнее. Либо вы будете перед собой видеть большие объекты, но у вас не будет обзора по бокам. Либо у вас будет больше обзор сбоку, но зато все объекты будут такие как бы уменьшены. Также угол обзора можно настроить и для заднего зеркала. Для этого нужно также перейти в настройки просмотра на вкладку зеркала. Здесь настроить пункт отражения поля зрения. Здесь работают все те же самые принципы по настройке. Что касается моих настроек поля зрения, в последнее время я стараюсь его уменьшить. И обычно использую значения примерно от 45 до 55. Но при этом отдаляю камеру на капоте максимально назад, прям до лобового стекла. Чтобы все-таки по бокам видеть как можно больше объектов. Переходим дальше. Сейчас на экране появились дополнительные оверлеи. И чтобы их вывести на экран, вам нужно скачать приложение отдельное и настроить эти оверлеи. Где же взять данное приложение? Его можно скачать с официального сайта racelab.app. Ссылку я оставлю в описании. Переходим на сайт, скачиваем, устанавливаем, заходим в приложение, регистрируемся в нем. Затем необходимо перейти на вкладку помощь. И в пункте первые шаги будут описаны действия, которые необходимо сделать, прежде чем приложение сможет отправлять оверлеи поверх игры. Если вкратце, то нужно зайти в настройки видео, отключить полноэкранный режим. Далее перейти по указанному пути в мои документы, ассеты курса компетизиона, конфиг, бродкастинг, джейсон. И скопировать прямо из приложения строки кода и заменить все, что будет у вас в этом файле по умолчанию. После этого вам нужно будет перезайти в игру, выехать на трек и далее открыть снова приложение и перейти на вкладку оверлеи. Здесь есть бесплатные оверлеи, есть платные. Большинство из них платные. Для платных, собственно, нужно оформить подписку. Бесплатных немного, но в принципе есть полезные. Вот самые полезные это те три штуки, которые выведены у меня. При выборе конкретного оверлея справа вверху есть три кнопки. Первая это ручное открытие-закрытие оверлея. Вторая это блокировка-разблокировка оверлея. Если вы его разблокируете, то вы можете мышкой перетаскивать его по экрану. Если заблокировали, то не можете. И также кнопка автозапуска, чтобы он автоматически запускался, когда у вас запущено приложение. Первый оверлей, который у меня установлен, это тайминг. Он отображает лучшее время круга, последнее время круга соперников. И также я вывел на него статус трек. Также по нему можно смотреть, когда соперники были на пидстопе. Свои настройки данного оверлея я вам сейчас покажу. Второй оверлей это флаги. Он для меня тоже показался удобным. То есть он просто дублирует флаги различные на экране. Также показываю свои настройки. И последний, самый полезный оверлей это улучшенный дисплей. Он отображает удобно, сколько я даю газа, сколько я даю тормоза. Также я на него вывел температуру трека, температуру воздуха и сколько осталось топлива в автомобиле. И наконец переходим к вишенке на торте. Это дополнительная фишка, которую я не показывал в прошлом ролике. Ну, например, вот как сейчас видите, можно играть в ассету корсу с видом сверху, примерно как в GTA 2. Прикольно? Прикольно. Что же это за штука такая неведомая? Это называется свободная камера. При нажатии на кнопку F7 на клавиатуре у вас активируется режим свободной камеры. Далее с помощью стрелочек на клавиатуре вы можете управлять камерой, а колесиком мышки вы можете управлять скоростью полета камеры. И таким образом вы можете переместить камеру совершенно куда захотите. Эта функция может пригодиться, если вам не хватает стандартных настроек камеры, либо если вы смотрите повтор и хотите проанализировать, например, свою траекторию сверху, либо если вы хотите просто сделать какой-нибудь красивый скриншот, а чтобы вернуть камеру обратно в кабину, необходимо нажать на F1. И вот теперь у меня всё. Если вам понравилось данное видео, то не забудьте поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал. Ваша поддержка очень важна, она мотивирует меня записывать новые ролики и повышать качество контента. Спасибо за просмотр, всем пока!